Все остальные атомы сразу же получим из простого правила. То есть это характеризуется некой структурой, которая позволяет по одному положению атома сразу создать весь кристалл. То есть эти атомы находятся в решетке. Математическое образование, которое создается периодическое повторение в точках. Ну и решено, как выразить это? Это выражается вектором трансляции. Вот вектором трансляции. Берем целые числа n1, n2, n3. Вот здесь там элементарная трансляция a1, элементарная трансляция a2, элементарная трансляция a3. Вот это а1, элементарная трансляция a1. Если это 0, это 0, это 1, то это будет 3. Или наоборот, это 0, это 1, то это будет а1. То есть получается, что это наименьшее расстояние между двумя узлами, это, например, точкой, это что? Так в узлах находятся эти атомы. Ну, они, мы говорили, что они не могут стоять, строго, они, то есть все это назовут эти вложения, которое определяется в воздействии в вектором трансляции. Вот свойства, так сказать, представлены, что его атомы находятся в воздействии в воздействии, в воздействии в воздействии в кристаллическую шутку, в кристаллическую шутку. Значит, кристаллическая шутка неформа задается а1, а2, а3 в этой элементарной трансляции, которая образуется параллограмм какой-то. В общем, кристаллическая шутка, которая образуется параллограмм, да. Я участвовал вот так, просто параллограмм, а1, а2. Вот это параллограмм, вот это значит, вот это построено на этой тройке параллограмм. Значит, он представляет такой элементарный, такой человек, о котором он говорит. Вот построение мира, может быть, цель близких, сам, значит, построение мира. Атомы, ну и конечные размеры, они фактически занимают правильный элементарный, это тоже не стоит, значит, они производятся, значит, заполняем. Пространство этой шутки, и все это кристаллическая шутка. Значит, ну, я с ним уже говорил, чуть-чуть позже к этому еще раз, что это не единственный тип упоряточения. То есть, в принципе, значит, упоряточ zeggen, существует и существует в более. Да, именно квали, то есть, там, и жидкий кристалл, love with 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 just a better. Значит, есть просто кристалл, квали и жидкий кристалл. Квали bothersome, там, где упорядоченность AMP не периодична, но упорядоченность есть. Значит, вот получается, что от этого порядочность есть свойства кристалла, и кристалл, образуемый в идеальном случае, а то есть атомный метод сначала одного сорта, а атомный анонсорта образует злобная тела. Значит, нет этих атомов, это более генеральный кристалл. Тогда вот это из одного атома образуется, этот кристалл, значит, он находится, кристалл представляет собой систему антихатомов, находящихся в основном состоянии. То есть это наинизшая энергия обладает, вот они, например, в этой точке положенности, это система антихатомов, наинизшая энергия. У нас, и это свойства, они говорят, патромеханики. Патромеханика всегда, значит, по патромеханике всегда система, наинизшая энергия обладает наиболее определенным, то есть это самое определенное задание. То есть атомы задания, положение атомы задания, все атомы, можно, по-моему, по-моему, в принципе, какую-то диагностику с собой. Значит, это нынешшее состояние обладает наибольшей определенностью. Вот. Значит, в патромеханики вам, может быть, говорили, вот, допустим, у нас есть какой-то энергетический уровень, да? Ну, здесь, вообще-то, эта система имеет дискретное уровень энергии. Правильно, потому что она ограничена. Любая ограниченная система, у нее дискретное уровень. Ну, вот, значит, допустим, состояние какой-то одной энергии соответствует много состояния. Какие-то вырученные за это состояние. Больше состояния. Так вот, любое, значит, состояние, не тут случилось. Любое такое размущение приводит к расщеплению. Любое такое размущение приводит к расщеплению. Ну, допустим, на два. В процессе, в случае, в случае, на два, может быть, и многое. Так вот, когда они расщепляются, то на нижнее состояние кажется ниже, чем нас. То есть на нижнее, чем меньше. Теперь, допустим, это достаточно вырученный. Поскольку, в патраханики, какие-то, кстати, шесть, 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 шесть. Еще какое-то, где уже размущение на два, еще расщепляется. И так далее. И пока сейчас, и вот пока этому состояние. Не будет, а то есть, вообще никакой большей степени сады. Ничего. 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 Получается, это меньше состояние. Вот, в этом случае, писал это все, зачем? Что? Вот положение поставили, они встали, положили на решетку, и все. Я думаю, низшее состояние. Значит, это, ну, вот, это свойство, знаете, этой патраханики, что выраженные состояния, оплатаются, то есть, всегда, метри, 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 метри. Следовательно, у них есть некие степени свободы. Для тех, которые, значит, например, вот, вы представляете, значит, состояние разное. Чичество на минимуме. Ну, самое-то, приностое, когда все они будут видеть на минимуме. А если есть еще возможность иметь разные направления импульса, а энергия одна и та же, вы знаете, в этом случае будет. Ну, вот, значит, тогда станет какой-то выраженным направлением импульса. То есть, пока мы, пока мы его не заранализируем, значит, оно, это состояние, высшее. То есть, мы получаем, как бы, лишь больше движений, у нас больше движений, следовательно, больше энергии, которая к каждой степени свободы будет, скажем себе, будет проваляться импульсантом, больше. Вот тогда такие постоянно валяющиеся. Опять же, да, вопрос невысосложен. Значит, есть разные там, тут все ситуации в этом случае, но вообще вот общее положение такого. Поэтому, значит, вот, единственное, ну, и, значит, физически существующие, экспериментально определенное состояние, это состояние листана, состояние периодического. И я, это состояние существует. Почему? Вот, потому что, ну, я, позже поговорю о том, заглядя, передумываю, значит, что всегда есть, ну, искажения, всегда есть какие-то, атомные личные, всегда есть какие-то, это, расположение нарушения, значит, мы их разберемся. Но, если этих всех нарушений, этих всех добавочных, меньше, чем каких-то основных этих атомов, то тогда, через таком, его можно назвать идеально, а идеально он будет высох, без высох идеально. Подограйся с этим. Ну, вот, глядте дальше. Даже если шаг потом сделать, это я еще раз повторил, то, что вы, ну, может быть, это еще пытаясь все это расширить, чтобы у вас это понимание этого вопроса, я думаю, это ваше понимание, значит, это не, тут не будет связаться с этим. Ну, вот, значит, смотрите, и так вот это, значит, таким образом это что-то задается на один, так что задать положение, нужно задать вот эту вот метанную ячейку, то есть, этот, три каких-то вектора, вот три вектора, а, один, а, два, а, три, подразделять положение, значит, три вектора, значит, нужно всего, чтобы задать точно три числа, то есть, три угла и три длинные беседы, то есть, это, получается, задать полностью решетку, вот, но, как я уже говорил, то же, что, значит, это, ну, в реальстве решетки намного более симметричны, чем сами, значит, просто какое-то производное направление. Да, существуют такие, что-то, ну, где-то у нас встречается, а, как правило, встречаются те же, где-то проще, ну, а проще, самый простой, вы знаете, параллелепипед, это просто кубик, кубик одни вещества называются, просто длинные беседы, то есть, что вы, если я, там, 90 градусов, значит, этот длинный, значит, достаточно, знаете, кубик, 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 кубик. Вот он кубик. Таким образом, в реальстве решетки все решетки обладают некоторыми элементами симметрии, уже другого рода. Вот это мы рассмотрели, это симметрия тоже, что, значит, симметрия, да? Я говорю, это понимаем, это понятие. Я думаю, что вам, у вас теория, ну, так, считайте, уже. Значит, и когда я не буду читать, это, значит, круг симметрии. Вот симметрия что-то. Симметрия – это когда вы что-то сделали с объектом, и не можно было за градусов. Вернулся, пришел в состояние, которое, вот, полностью. Понятно, сколько мы. Вот, значит, взял этот же кубик, погребует на 90 градусов. Он, значит, ничего с ним, традиционно он такой-то был. То есть, он пришел в состояние. Ну, значит, пришел в состояние. Ну, значит, пришел в состояние, значит, начать следующее, что сдвинули мы все атомы, ну, какое-то определенное, так сказать, на обед, это работа этот, вот. Все уже сдвинули, ничего не сдвинулось. Бесконечные, шутные, 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 не сдвинули. То есть, сенсорная симметрия. Вот. А, значит, как? А чем же этот кубик и просто произвольный программ? У нас есть часть симметрии относительно вращивания. Вот вращение, если в кубик я выводил, и все раз по врачу, он будет просто. Изменил. А производный программ? Ну, не будет и стоить, значит. В реальности эти элементарные ячеты обладают определенной симметрией относительно преобразования симметрии, преобразования системы координат фактически. Ну, если систему координат задаете, системы координат фактически, расположения прообразования, эту систему координат преобразовывать, и вы знаете, повороты, хорошо изучали аналитической генези, там это, посмотришь, как преобразование координат, связанное с поворотом. Вот поворот. Какой-то поворот сделали, это чем-то пришло самостоятельно. Вот относительно этих поворотов течет. Хорошо, что это может быть кроватым вариантом, вот таким вот поворотом. Ну, вот, значит, поэтому я вручу, вот, не на самом деле, а вы в кратках это разобрались, а чуть-чуть, чуть-чуть, это разобрались. Итак, значит, смотрите, значит, на поворотах, и вот сколько их на поворотах, в прошлый раз я поговорил, с которой началось вот это обоснование того, какие же могут быть повороты, значит, элементы вселенной, если я скажу, значит, мы вращаем, поколосим, которые, конечно, проходят через атомную кристаллу, да, кристаллического кристаллического называется, да? Посмотрите, не вращаем. И вот я показал, как я смотрю, произнес свой доступ, из-за которой оказалось, что существует некогда конечная весьма совокупность элементов, значит, конечная весьма совокупность элементов, ну, я сейчас объясню, если она, наверное, довольно рисована, написано, значит, так, сейчас, секунду, вот, как раз нажал, сразу же получилось, вот какие, смотри, а нет, это не те, это не дойдет, это я сейчас не сказал, я чувствую, что не может быть такого, так, что у меня было, сейчас, сейчас, вернем, эту руку не уберем, вот, 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 значит, смотри, вот, значит, существует, значит, вот эти, симметрия, вот они, вот они, значит, значит, единица, я просто сейчас запишу, вот, вот, напомню, это, вообще, закон напомнил, значит, симметрия существует, относительно, поворота на угол, 2π на n, n, это, это, долю, 2π, значит, этого, при этом, саму угол. Ну вот, значит, итак, может быть, n равно, единице, 2, 3, 2, 3, 4, 6, да, вот, 5, это, поляра кости, симметрия, значит, весь угол определяется, 1, 2, 3, 4, значит, здесь, вот, 4, а, 4 нет, ну, получается, у нас получалось так, формула, сейчас это тоже не было, чтобы взять, вот, значит, версия, версия, и, эта версия, относительно, на нее, и, поэтому, смотрите, инверсия, и, значит, инверсия плюс поворотов, теперь, значит, здесь, нет, ну, дальше, в самом основном, инверсия, потому что, любой из этих поворотов тоже будет, альмина симметрии, но поэтому, будет, значит, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, вот, значит, вот эти 5, 10 получилось, 10, 10 элементов, альсимметрии, вот, всего, какие оси можно поменять, и, какие элементы симметрии, плюс, значит, это, 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 3, так сказать, альсимметрии, это, элемент симметрии, это, самое исходное, но, они симметрии, частейшие, вот, вот, значит, итак, вот эти вот, из двух этих элементов симметрии, получается так, эти, так сказать, салма может, вот, этими элементами симметрии, называется это, то есть, такими преобразованиями, отнесениями преобразованиями, и что-то, может быть, вариант этого, то есть, не менять, ну, вот, теперь, как мы теперь, что нажидаешься сказать, значит, что, что решетка, должна отдать, какой-то совокупности, этих элементов симметрии, замкнутая, то есть, у нас получается, что, если я, допустим, вот, обначил, допустим, ц, 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 Вот это, получается, поворот должен быть тоже элементом симметрии этой решетки, когда только и будет вот та совокупность охарактеризовать эту решетку. Эта решетка характеризует какой-то набор вот этих элементов симметрии, которые вы как бы каждый из них проводите и друг с другом, а они шутки изменяются, как это социально. Поэтому, получается, что мы из этих логичитетов должны набрать совокупности таких, которые друг друга замкнуты в симметриях себя. То есть, получается, про любые произведения, или про последовательные применения, последовательные применения приходят к другу. Вот, значит, вот эти антилизации группами, и это математическое понятие групп, оно примерно рождалось, примерно в то время, когда я встал, рождался в церкви теоретической решетки. И, значит, далеко ушла, но здесь это позволило, это развить, я думаю, темною, это позволило, конечно, темною, историческое решетки для истинга совершенства до конца, значит, логичит. Мы сейчас уже только очень-очень сложные, но получаем какие-то присталы, можем, то есть, имеем трудности при их, значит, логичит. Какая же тут решетка, значит, надо все же обмести как-то измерениями, эксплуатальным определением. Какая решетка, когда мы представим, это состоит сложность. Но, на самом деле, то, что это одна из каких-то решеток, и мы не можем за это узнать, как это будет создать. Ну, вот такая вот вещь. Значит, таким образом, значит, посмотрите, из-за них вот групп, из-за них вот объементов составляется 32 группы, 32 группы. Ну, сущность на самом России еще. Чем знача... То есть, какие, за них, процедурики, об общем, какие, на какие эти, что ли, как, разделены части. Часть тогда, что одна часть этих групп содержит , у нее представляется вот такой решет, которая содержит один атом, в ароментарные точки. Вот, в самом деле, здесь мы уже, когда вот это и говорим, то мы уже рассматриваем такой случай, когда два атома, может быть, элементарно, то есть вот это, ну, параллель граммами, вот мы построим так, да, так подумаем, что есть параллель, который, значит, содержит такую же решетку, но вставленную в эту. Ну, то есть, значит, мы имеем вот так вот, значит, вот этот, этот, этот и этот, и еще один такой же, и еще один, может, такой же, где-то вот здесь. То есть, ставленную в эту, может быть, сколько, эти элементы, значит, 32, 32, средства полностью, 30 европы, описывают, значит, решетки, состоящие из произвольного числа атомов. То есть, получается, что все сложные решетки, которые, действительно, являются фундаментальной основой, то есть, получается, что все сложные решетки, которые для нас состоят, там, то есть, касающиеся, то есть, они просто состоят из ставленных друг друга решеток бровей. Их 14 всего. И вот эта клипка, которая сейчас, значит, которая прошла в очередь, показываю вам, когда, уже сейчас показывал. Ну, это тут у меня немножко, я почему-то не обращаюсь, потому что там что-то, неудачно, что-то, неудачно, 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 неудачно. Вот, значит, так вот, значит, что? Сейчас я спросил, кто-то, что было. Вот, это я вам уже показывал. В плане курса. Вот они, что такое. Итак, вот это, давайте я вам подробнее. Вот это единственное то, что мы должны знать с вами в дальнейшем. И дело в том, что, вот, сейчас я немножко расскажу, а просто скажу, что вот все это описание кристалла, называется кристаллография, это огромная наука. Вот эта наука, основная на телегруппе, значит, физические, различные представления, вот она, значит, призначит, для того, чтобы описывать различные, идеальные теории кристаллы. Для описания кристалл существует эта группа. Вот она, значит, я приношу вам... Ну, раз вы любите, так и и читайте. Я, конечно, вам приношу. Значит, смотрите. Вот, значит, смотрите. Вот это, современный кристаллография, трехтомник. Вот это симметрия, симметрия кристалл. Ну, вот это, полезно читать человеку, который занимается физикой, твердого тела. Вот. Значит, четвертурник, который, ну, написано, написано в нашем цитут кристаллографии Московском. Вот. Значит, там работал один из основателей кристаллографии, Шубик. Вот. Значит, это... Другие. Можете почитать какие-то подробности. В общем, кристаллографии, по-видимому, наиболее полный. Вот. Значит, сейчас скользкая автор. Значит, это тоже из... Вот. Значит, здесь все вот по этих кристаллах написано. Значит, существует, конечно, много общений кристаллографии, которые разного типа. Вот. Но, значит, это... Ну, я... Наиболее элементарно. Университетские что-то, в самом деле. И теперь, значит, вот это... А. Значит, я вам напомню. Только даже спец был. Вот это... Знаешь. Вот это... Значит, Владимир Сергеевич Ильич, профессор, в то же время вот эти вопросы все кристаллографии накатывали у вас. Значит, вот он написал эту книжечку. Это совсем уже минимум. Ну, и то. Потому что надо рассказывать, это... Только векушка этого, так сказать. И дело в том, что... Я объясню, почему трудно это... Долгое и трудное рассказы требуется, но это... Потому что там очень много понятий. А на исторических саженствах это, в Саварате, что... Очень много определений, понятий, мультимитизация такая большая. Ну, считай, там... Мультимитизация уже основана на... Серьезный кирилл и так далее. Ну, вот, значит, это... Все же, вот в этом начале, в принципе, в курсе теории твердого отдела, который я пока с вами помню с вами, значит, достаточно каких-то самых главных определенных понятий. Потому что главные у нас будут все его физические свойства кристаллов, которые мы дальше займемся. Вот. И для того, чтобы все главное понимать, нам достаточно уже явно рассказывать, если это хорошо усвоить, конечно. Вот. Вот. Значит... И это будет... Такая самая... Самая простейшая самая электронная понятия. Ну, надеюсь, что... И запомните из этого. Поэтому, значит, вот это... Именно поэтому я отношусь с такими самыми... Вот именно этим... Такими самыми... Манн... 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 Так вот. И вот здесь книг, который еще раз я показал. Посмотрите. Сейчас я дальше чем-то... Чем-то под этим поговорю. Но... Кристалл-химия. Вот эта книга цитируемая здесь. Это как раз... Вот. Кристалл-химия... Ну, это вот... Мы до этого рассказали про себя. Типа связи. Куалентная... Ионно-кувалентная... Металлическая... Значит, а... Молекулярная... Ионно-кувалентная... Ионно-кувалентная... Ионная... Вот это вот... Эти связи... И... Соотношение... С... 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 Представлением... Кристаллы... Это есть... Месталл-химия. То есть... Это химия под проблемой... То есть... Если... С... 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 И... Там... Прям... 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 Это... Кристалл-химия. Есть такая... Вот эта книга... Э... Э... Значит... Э... 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 Ну... Чизнь... Э... Эта связь... В... Э... 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 Эта... С... Эта... Ятая решетка... Сделается... Данным... Данной системе АТОМа... Конечно... ... определяется... Иго... Способность образовалась связь... Цель... Эта... Это, конечно, напрямую, сам вид этой решетки, напрямую, типа, связан с связью, типа несвязью. Вот поэтому, чего сначала поговорили, кстати, я вам такое буду препятствовать, что у себя будут другие связи, какие-либо, как взаимодействовать, как-то мы уже равны, вот если энергию самого состояния оценить, так сказать. А теперь мы говорим, что, а какая же это, если идеальница, если идеальница, если идеальница, то это пристал. Вот он, значит, тогда и все у нас получается, что гестрофимия. Вот, значит, ну вот это один из лучших фильмов, полное заключение гестрофимии, он, например, это самое, тренируется в книжеских взаимодействиях. Вот это, конечно, и наша математика изложена, домосилована, и зачем-то это сутируется в книге. Вот, ну и другие, там тоже, значит, есть, в общем, фильм, конечно, вот пристал. То есть, представляете, почему он? Очень много фильмов, так же, так же вот это, который должен быть. Теория синтези, группа, группа. Теория групп применена в теории синтези и тренировых сторонах. Это теория групп и ее применение в физике в рейтинге по десяткам, очень. Ну это, там, конечно, туория групп и ее применение в физике. Ну это, там, конечно, туория групп и сфологафия у них раздела. Но одно из главных, это применение, это точно, вот эти слова. Вот, значит, ну и так вот, это, значит, немножко отвергся от литературы. Так вот, я говорю, что я, как бы, это только лимитарные понятия, и вот, в сожалению, это не понятие. Да, решетки о праве составляют основу понятия. То есть, каждый, любой пристал состоит из совокупности вставленных в друг друга вот этих решеток, 14. Значит, они делятся на, какие, они делятся на такие части, которые отвечают симметрией неких, ну, пролепипников, потому что, ну, и гранит, дальше скажем, потому что тут не совсем пролепипники, то есть, по-видим, не пролепипники, сейчас скажем, подумаем. Вот, итак, значит, смотрите, итак, они основаны с симметрией многогранников, ну, или, как я их сказал, вот этих вот, ну, пролепипники. И, вот, значит, вот это, каждый многогранник, который может, симметрия которого, эту симметрию, которую может обознать эстетическое шоке, он образует вот какой-то разрядчик. Вот, видите, все изложенные здесь. Значит, смотрите, у меня хоть предыдущая полосуга. Смотри, вот это вот видео, вот это столько параметров нужно задать. Вот это 6, самое большое число параметров, это простая, это называется, триклейная. Триклейная – это, получается, это сам регустрацию, которая мне не интересна будет. Ну, значит, смотрите, вот эти многогранники. Вот это многогранник, это многогранник, это многогранник, это многогранник, это многогранник. Вот Noble цинотоис Mitsubornity, то есть ilvu N ü差不多 есть – это вот их все, они 7. Вот это, значит, 7 этих тимов многогранников, который, наверное, симметрия которых можно обознать. Но решетка Браве больше, почему? Потому что решетка Браве иногда часто, для кубической реакции, например, вот видите, три решетки Браве с кубической симметрией, симметрией этого кубика, три решетки, значит это будет у нас пространство, просто кубик, и еще объемноцентрированное и границентрированное. Слово непонятно, что такое. Вторая решетка, вставленная в эту кубичную, простую, она такая, что ее атомы стоят в центре защиты этого кубича. Получается, что два атома, если брать элементарную ячейку за кубик, брать за этот многогранник в данном случае, то тогда будет два атома электронной ячейки. Но на самом-то деле, эта объемноцентрированная решетка является решеткой с одним атомом электронной ячейкой. Потому что брать за ячейку взять, ну там, да, рисовать вот так, прогрессить вот сюда, и сюда будет такой, прогрессорчик выделить такой, прогрессорчик выделить. Я только нашел один вопрос. Вот. И значит, или она у меня что-то подухла, что ли? Отключилась, что ли? Сейчас отключится. Вы что-нибудь? Да, точно отключится. Ну, эти ноги вообще-то такие проблемы. Не, я вот там уже. Точно, да? Бегло, что ли? Не. Сейчас он чуть-чуть расстенит. А он просто, наверное, перегрессор. Не двигается? Нет. Не работает. Вот, Бёнок, вот тут, я уже надеюсь, что я просто выключу это здесь. И здесь вот. И тут все равно змигает здесь. Да, сейчас он постынет чуть-чуть, он в два раза не умеет включаться. Ну вот, значит, итак, значит, 14 решеток в РАБЭ, а 7, вот этих, 7 блоки, 7 многограников. Значит, вот это тот, который объем тестирования, значит, может об этом берегите составить, ну, если только как бы состоится из них нормальных берегов таких, и повторениями получается все решетка. И она-то обладает симметрией этого куба. Поэтому, значит, это вот, так как больше принято говорить, кубическая решетка. Ну, а то, что она плевно-соединенная, ну, это вообще второй решетка. Ну вот, значит, поэтому, вот это, какая-то вот здесь существует. Дальше, значит, итак, кубик, вот кубик, значит, этих, этих, три, что-то, что-то, правое. Дальше идет, значит, некосознание, то есть, есть такая, единственная, единственная на экране, на которой это, это отличается от морали Питина и свой рюкзак. Значит, это переборем его, вот, вилья, то, что он, вилянский. Часто. А, надо же. Да, у него там датчик, только он нагрели не включался. Ага. Ну, хорошо, сейчас вот это, значит, тирогональ сейчас. Вот. Значит, итак, это, этот самый, следующее, вот это гексогональ, и следующее, тирогональ. Вот тирогональ, это у нас, когда только один отличается от этого, от кубика, тем, что два, правильно, то есть, один, то есть, ребер, отличается от двух основных, два одинаковых, а одно, другой, выкинутый кубик. Вот, когда часто такие фиксологи говорят, что один переходит в другой. Вот, немножко деформация, когда получилось, а он выкинулся, и получилось. Вот эти гексогональ, эти гексогональ. Они содержат всего два, значит, этого параметра для своего определения. А дальше, значит, существует ромби, ромбодорический, то есть ромб, в виде ромба. То есть, все углы одинаковые, все углы одинаковые, все углы одинаковые. Ну, углы, вот он. Значит, вот, смотрите, вот это, видите, это гексогональ. Значит, ромб, опять угол два. Значит, есть стороны друг друг и просто чистый гексогональ. Вот ромбодорический, вот... Ну вот, дальше, значит, идет ромбический. Вот тут уже три. Вот это, произвольный парагоналм. Произвольный прямоугольный парагоналминумед. Произвольный прямоугольный парагоналминумед, это будет вот эта гексогоналм Team 4. Тут не только есть, значит, объем и центральный амби. здесь ребра произвольные там не может быть грань грань чем-то может отличаться, а не отличается а тут, значит, непроизводимое имеется база центральная еще такая, значит, вставлены друг в друга, соответственно, парадрамы, для одной революции. Вот. Ну и самая уже, это такие, вот две, которые видите, это четыре, она называется, вот эта треклинная, самая простая, то есть, наоборот, самая сложная, что ли. И, ну, нафинал. Ну, это уже, по-моему, это достаточно. Решетки, как правило, имеют различные, особенно с металлов и, ну, и у всех простых веществ. Решетки, конечно, простые, тут и витамин, еще вот эти вот. Ну, а, естественно, слушай, если вы взяли, какая-то тело, состоящее, там, из десяти атомов, ну, знаешь, ну, любое, сейчас вы читаете дальше, как раз, когда мы придем, какие же, сколько же всего там будет решено? Значит, в этом мы сейчас поговорили, вот то, что я в прошлый раз очень не хотел, это, что вот существует всего 32 типа. Вот 32 типа — это симметрия, связанная вот только с поворотом, только с симметрированным хранитом этого микроновичей. А существует симметрия, еще связанная комбинированность. То есть симметрия, когда что-то перебудет сама в себя при повороте, плюс какой-то нетривиальный, нетривиальное ощущение. В смысле, не равное этим, я не знаю, исключениям, которые есть. Если равное, то это тривиальная, так сказать, совпус, это не входит. Немного ничего не дает. А вот эти тривиальные есть, оказывается. Так вот, значит, это интересно, и за счет этого мы сейчас… Вот сейчас мне будет там… А, нет, 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 нет. А, нет, нет. А, нет, есть, оказывается. Они уже за счет этого. Вот эти тривиальные, те люди, такая же, ничего не имеют. Важно, смотрите, плюс теперь к тем существует, наверное, ведь того поворот. То есть вы… Ну то, что это всего 8 вращений, когда есть, то вы сдвигаете перегреварно и ничего не дает. А вот если вдоль нее возникнет ветроморок, то есть вы подняли на пол периода и повернули, чтобы можно собрать самую силу. Так вот, здесь сколько у меня этих поворотов. Вот получается, смотрите, вот эта вторая цифра – это… Вот это у вас своего порядка, а здесь это единица. Это, значит, половина на одну вторую. То есть поворот, извиняюсь, на одну вторую периода. Вы сделали вдоль оси вращения и на половинке, значит, повернули на… Два пи угла, два пи угла, два пи угла. Значит, ось… Соответственно, это ее порядок. У него может на одну треть периода… Ну то есть вы, как можно сказать… Вот, 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 вот… Значит, вы… Вот ее, да? Вот повернули и на одну, на вторую, на одну треть, на две трети, и далее, значит, смеси… То есть вдоль оси… А, вот, если бы у нас смеси, повернули, уже можно собрать. Это оказывается… Это не происходит вдоль оси, это оказывается… Но, значит, такое вот здесь, что существует… В общем, это такие винтовые оси, значит, которые… Значит, являются… Которые вот этому отвечают поворотов на… Дерезы, повороты на те же… Те же оси. Это здесь у нас существует… Вторая, третья… Второго, третьего, четвертого, шестого порядка. Вот. И, значит, соответственно, доля… Перелива такой… Допустим, шестой будет… Одна, шестая… Двы шестых… Три шестых… Четыре шестых… Три шестых… Три шестых… Вот такая… И то, значит, вот еще новых таких элементов… Называется открытка… Которая содержит… Отнеотъемлемую часть, кстати… Поворот… И сдвиг… Не на… На связи элементарную… Не на частоту элементарную связи… А на долю элементарную связи… Вот такая… Эм… Эм… Двы оси… Это называется… Двы оси… Они, значит, вот виды… И, значит, вот виды… И, значит… Вот это вот… Эм… Плоское скольжение… Еще… Элемент… Значит, такой… В котором свет просыпает перпендикулярно оси. Это не простая ось, а это плоскость, отличающаяся от плоскости зеркального внутри. Плоскость зеркального отружения – это плоскость второго порядка с инверсией. В втором порядке с инверсией – это плоскость скольжения. Перпендикулярно этой оси второго порядка будет плоскость, включая зеркальное отражение, если это такая симметрия есть, что вы повернули на π и сделали инверсию. Так вот, если плоскость зеркальное отражение сидит, то может быть такая плоскость скольжения, то есть перпендикулярно в той плоскости существует смещение на долю вектора, половину доли вектора этого зеркала. Перпендикулярно интерсляции. Ну вот, значит, здесь направление вдоль базисы. Это базис вектора АВС. Так вот может быть вот этот вектор, этот вектор и вот этот. Вот только все эти вектора. Получается, что это, значит, добавляется три типа счета этих элементарий. То есть три типа вот этих после сечки отражения. То есть мы долю плоскость скольжения раз, вернули и, значит, сместили на долю какого-то половинку одного, полусумму одного, двух и четвертую долю, четвертую часть, то есть сумму. Значит, четвертая часть суммы будет в том случае, если сама сумма, половинка суммы является вектором трансляции, тоже решеткой. Ну, тогда, значит, половинка ее будет четвертой части. Вот это базис вектора. Значит, поэтому получается, что возникает полоскость скольжения еще три элемента СИГ. Вместе с теми, которые были у нас 10 элементов СИГ, значит, закрытых, ну, то есть, это СИГ и элементарный чип, значит, мы пришли, приходим в такой столовой функции на волну. Так вот, если сейчас опять составить, как вот эти комбинации, это не простое дело. Какие же тут будут комбинации, но могут быть один из двух человек перехода, переходящая группа. Каждый кристалл таким образом, уже теперь все, все, чтобы кристаллу принадлежат какой-то определенной совокупности вот этих вот элементов СИГ. То есть, группа симметрии, которая называется. Но на группа симметрии можно все эти элементы симметрии разделить, и каждая группа симметрии, соответствующая определенная, определенная решетка, это уже, санижающая, произвольное число атомов. Конечно, эти, значит, все сложные элементы симметрии, они относятся не просто к веществам, а в веществом сложном, состоящем с произвольным числом большого числа атома симметрии. Значит, получается, что этих групп будет 230. Это вот, значит, наш Кристалл Фёдоров и Шонфрис. Ну, значит, больше здесь он, получается, чем Шонфрис. Значит, вот, ну, там, назначили, так. Далее, значит, они примерно один год, когда будут последствия на столе, значит, они, как раз, вот эти все получили, это была работа, все не нужно, получили все эти совокупности, значит, 220 групп симметрии, и что, вот, всего и последствия с Кристалл Фёдоров, в типах кристаллических решеток существует. Ну, это хорошо, например. Значит, существуют вот эти элементы симметрии, как я сейчас говорю. В общем, вот, вообще в этом отношении будут в том случае только, если мы будем как-то, получается, что приписывать ещё и этому атому, который может рассмотреть стампин, то есть и степени присуток. Если же, значит, мы не будем это делать, то, не спернули все эти элементы, то, значит, тогда будет вот у нас, вот это 230. Всё. Вот такая, значит, здесь и все. Вот это то основное, что есть в стологании. дальше значит следующий шаг сложный сложное вещество тогда у него существует еще одна симметрия значит у вас то а как ставлю друг друга решетки правда каждый значит а там где-то конечно это определяется свойствами сил которые кристалл по 10 мокринных сил и вот они где-то каждый атом где-то садится обязательно значит существует значит существует какие-то значит минимумы потенциальной энергии внутри этой печи получается что есть еще наука о той симметрии вот тех минимум потенциальной энергии которые доходят на физиатуре симметрии окружения вот она локальная симметрия значит у него у меня она может отличаться на симметрии который в целом а там вот еще вот такая симметрия она может быть либо меньше либо больше как правда смотри более больше то есть на более больше симметричный чем он у меня это перерывом по ветру надо сделать молодец хорошо значит и так вот это вот самую первую часть кристаллографии я могу вас изложить значит вот касающийся вот процесс таких самых ручных кристаллов вот кристаллы это еще один часа который мы можем сделать и для того чтобы закончится вот изучение изучение Ну и фигматики, что механизм состоит, все очень. Вот, значит, движение, будем так сказать, это науково-полное и транспортированное объемное состояние. Потому что, так сказать, сфотография – это новость совершенно специальная, это, конечно, у достаточно узких людей специализируется. Сфотография нужна везде, но сам, чтобы развивать эту, понимать, его удовлетворение и все это делать, это уже, конечно, тем, кто не знает. Ну, серьезно, как сказать. Ну, вот, значит, что здесь еще, как хотелось, завершать, геометрическую основу? Ну, локальные симметрии сказали. Значит, смотрите, значит, получится тоже написать, что мы начнем и определенные даже точки вот этой симметрии. Ну, другу, что-то симметрия всего. И вот это, значит, полностью такое описание кристалла дается, когда мы все перечислили. Вот это все, кристалл, какой он принадлежит какому классу. Ну, как я увидел, что-то другое, какому классу. Он принадлежит, потом перечислили все положения атомов в этой ячейке, потом симметрию атомов, которые в этой ячейке обладают, потом какой группе он принадлежит из них 230, описание элементов череды и так далее. Значит, вот это описание кристалла. Ну, значит, если создали новое вещество, например, и считаете, что это кристаллу, то, конечно, определить, какое это кристаллу – это трудная задача. Значит, это уже физические исследования показали. Ну, то есть, давали возможность параметры эти определять, и не просто. Ну, значит, опять же, какой-то кусочек, скажем, идеи, как это делается. Ну, вообще-то, значит, это тоже, опять же, сложный букет. Вот. А здесь в завершении этого кристалла я скажу про то, что, значит, про те идеальные тоже твердые тела, которые, значит, низкие свойства кристалла. Чем характеризуется кристалла? Вот вы это сейчас подумаете. Значит, что же, значит, не общее, как сказать, кристалле? Ну, вы можете задать, значит, задали положение какого-то атома, получая и положая все другие хатомы. Ну, почему можно при этом иметь периодическую структуру? Так, если этот синус есть, то мы точку примели, значит, дальше уже все, ну, периодическая, ну, синус. Ну, любая периодическая функция, значит, получается, что ее можно сразу же задать. А есть ли какие-то другие функции, есть ли какие-то решетки, ну, получается, что ли, которыми, значит, можно было, например, если задавать положение, ну, первое положение первого, но в то же время это было не периодически. Есть такие оказания. Ну, так, когда давно, ну, несколько лет, может, 30-40, с половиной тысяч лет назад, было обнаружено, прежде всего, в экспериментах. Но оказалось, что, вот смотрите, вот тут написано, ось вращения, которая возникает в сфере, это только вторая, третья, четвертая, шестая, а пятая. Ну, это не совместимо с этим. Так вот, значит, оказалось, что это такие особые агентства. Это квази-ристаллы. Значит, смотрите, в нем... Я в следующий раз принесу эту картинку. Я ее не смогу, конечно, не писать, не на пальцах показать. И у меня это здесь тоже нет. Значит, картинка. Квази-ристаллы. Есть ли специальные книги? Значит, вот я принесу там... И не с первого кирова сферы, а он не смешил. Оказывается, что... Значит, ну... Положение всех атомов задается не рационально, что, как здесь она нет, в целом, а и рационально. И тогда, значит, у вас... Вы задали, и вы с каким-то приближением получаете одну, двое, третью точку. И нигде остановились. Здесь вы можете остановиться, значит, у вас тут получилась ачейка. А там и теперь получается. Вот, значит, идете, идете, идете. Все задано. Все положения заданы. И вот сколько в этом кристалле атомов... Все положения заданы. Но... Ну... Скорее всего, наверное, сказать... Вот какая идея эта вопроса писала. То есть, кристаллы нет элементарной ачейки, но в то же время все атомы заданы. Это придумал там математик, который... Все время занимался геометрическими просто фигурами. Точно там есть геометрия. Геометрия. Ну, вы знаете, геометрия получила еще большую. Реклама светового была в гипотезе Панкаре доказана нашим человеком. Вот. Так вот, значит, вот эта геометрия тоже. Вот этот человек занимался геометрией. И, значит, эту такую же построю, который не имеет... Культисульский городок, это из переграда состоящий такой объект. Ну, я покажу вам. Это огромный такой объект. Оно, значит, на какие-то фигуры, которые строят из детских конструкторов, соединяя эти разные фрагменты. Разрослась такая и разрушена. Вот это, значит, такое геометрия. В общем, квазийский состав. Это тоже, у которого как бы... Прямочное положение, но не периодическое. Вот в чём это будет. А у нас такое изможно, и у нас появляются такие изможности. Конечно, они сложные шестьдесят атомы. Это унитарная череда. Но всё равно, что же нужно. Ну, вот. Значит, это я тут уже прошла. В следующий раз теперь и второй. Значит, переходит. Значит, смотрите. Есть фристалл, есть что? Амортное тело. Вот в амортном теле не поражение определенного. Амортное тело, как говорят, заключается в том, что... То есть оно, как бы, твёрдое, но на самом деле нет положения обновесия у атомов. И у него, как группы атомов, у него это звено друга, чтобы скользяло. И апеллирует положение обновесения. Это не фристалл, а потом у нас. Ну, существуют такие сейчас промежуточные состояния между амортным телом. Такие амортные тела, которые... Столько медленно у них там, для случая, происходило, что они могут считаться твёрдыми. Но от этого не легче, все равно, что для них фристалл уже не предлагают, а примерно в осень для того, что... То есть периодически. Ну вот. А, значит, есть прорывы, что третий фристалл. В результате заключается в том, что у вас есть трансляционная инвариантность в поскости, а нет, допустим, тут у нас будет хоть одно или то. То есть тут направление, для которого нет какой энергетики, у него было что угодно. Или, допустим, наоборот, в плоскости нет, значит, этого... А слои эти... Слои света коротого тела, это свои существуют предчины, а этот... Значит, там... Чем нет? Нет. Нет. Вот эти вот, как говорится, частично-кристаллы житвы, в которых есть только какие-то направления... То есть, сомневая симметрия, с перелечью, с перелечью, с перелечью, а то есть, есть, смещение элементарное, значит, элементарное, трансляция, а, значит, в других половинках нет. То есть, это нечто прооритичное между жидкостями, а вот этих стран. Вот это, значит, такие вот пограничные случаи. Итак, это, значит, хорошо. Следующий шаг мы всё же... Продолжение всего этого разговора про структуру реального тела. Вот существует кристалл идеально. А какие же также реальные тела? Значит, смотрите дальше. Значит... Существуют такие реальные тела. Существуют. Существуют. Ну, ладно. Значит, итак. Какие, о чём будет реальность? Значит, давайте, если мы... Примерно то, что существует в этих диагностях с того, и более себя в природе, то да, в природе, собственно, сама и эта диагностяна в каком-то смысле родилась в изоблюдении природы. Вы знаете, что существуют такие твердые тела, в природе даже, которые существуют, значит, ну, это, получается, хрустальный, или какой-то алмаз, в любом случае, алмазные бриллианты какие-то делают, с которыми делают бриллианты, что они существуют, алмаз существует в каких-то таких уже довольно больших объемах, он повторяет, вот этот кристалл этого алмаза повторяет геометрию в любом случае, где-то его выносится. То есть, таких кристаллов не существует. Но, конечно, они, значит, это унициальное объекты, раз. И второе, что они не являются все же чистыми, существуют какие-то примеси, если будет у него. Таким образом, в реальности, в чем отличаются от идеального кристалла существующие кристаллы, тем, первое, что у них есть, значит, чудово-родные атомы, ну, просто мало. Размало, значит, это физические свойства этого кристалла, этого твердого тела, близки к идеальным кристаллу. То есть, отсюда следует, что именно начиная любое исследование этого тела, мы должны именно с кристалла, с кристалл его исследовать, значит, потом мы улучшаем его, улучшаем его, приходим к какому-то реальному. Мы, значит, получаем примеси, они, конечно, не дают принципиально уровня с кристаллом. Некоторые физические, химические, они принципиально. Примеси. Теперь, допустим, даже нет примесей. Существуют эффекты этой кристаллической решетки. Эффекты. В чем у них заключается? Вот, допустим, а, а, значит, в реальной, то есть решетке, не решетке, вернее, дефектных кристаллов, а решетке, а гибко-кутерусе локации, заполненные. Это атом, помню, туда попал, между узлами. Вот атом, который, тогда, образуется пустое место, называется локацией. Вот я, значит, перечислю сейчас, какие эффекты. Давайте это для ребенка, Александр, просто уже прием. Ну, какие же бывают реальные творители, а что мы себе представляем так? Вот, чтобы нам эта реализация к этому уже прочно фундаменту кристаллов. Просто есть? Есть, есть, есть реалии кристаллов. Итак, чужие атомы. И если же нет чужих атомов, то что? Значит, вот это пустое место в локации, называется локации. Ну, это, значит, очень сильный эффект. Вот если какой-то узел, а решетки, посвистки не заняты, ну, тогда, значит, тут возникает, сами понимаете, куда вокруг него на напряжение остальных атомов. Они должны как-то от этого узла притернуться, будет, значит, это вплотнение какое-то такое, вот здесь, по сути, пустое место. Ну, вот, теперь, второе, третий эффект. Третий эффект. Третий эффект это. Это, не согласно. Вот у вас, оказывается, что стоит, он стоит, и он может вот так вот сделать, что вот так поглянуться, значит, к атом, который у нас здесь стоит, он соединен с этим атомом, а с атомом ныше, только по другу, аппарсивность какой-то. В России какое-то существует неправильное соединение атомов. Ну, и, это не давая ситуация с этим атомом. То есть, по линиям, это будет дефект. Вот все атомы, по линиям смещены на какой-то вверх, и столько всего павших. Вот здесь локация, это линейная дефект. Это, значит, точечная, точечная, линейная. Ну, кстати, точечная, значит, локация, но атом, то есть там, сидит где-то, который тоже будет сидеть, если это в этом месте. Значит, ну, уже, международный атом называется, международный атом, а также точечная линейная. Правильно? Международный атом, точечная линейная. Вернее ли где-то, то есть локация. Дислотация. Наконец, может быть, как раз вы должны посмотреть сейчас, значит, это будет плоский дефект. Значит, у вас, ну, по сути, плоского дефекта, наверное, нужно его так называть, это будет границей. Значит, смотрите, вот здесь нужно сразу поговорить о том, как же кристаллы получить. Значит, да, в природе не так-то получается, но, конечно, это очень редкий случай, чтобы получался кристалл большой. На самом деле, кристаллы всегда маленькие. Если не из плеводианины, и как-то мы получаем, какой-то такой вид кристалл, то, значит, эти кристаллы имеют размер, чем маленькие. Значит, малые. А, значит, всё твёрдое тело состоит из совокупности таких кристаллов, которые эти кристаллы называются. Получается поликристалл. То есть поликристалл – это совокупность кристаллов, которые границы имеют. И каждый друг имеет границу, и ориентируют друг от себя друг со всем эти кристаллические решётки к разводным образом. Случайным образом. Вот случайным образом ориентируют кристаллические решётки кристалл – кристалл – это будет поликристалл. Значит, плоские элементы – это границы кристалл. Границы кристалл – это будет, значит, поликристалл существовать. Поликристалл существует. Значит, вот этот вопрос. Смотрите. Значит, тут тонкость есть. Значит, они… На самом деле, теперь поликристалл – это какой-то… какой-то, вот смотри, такое… У него бренды, на самом деле, может, как бы ненародные, да? Ну, если его считают как однородные, ну, тогда… То есть, с лидерным отдельным нужно считать какой-то, как-то бы, какие-то афрагменты, я бы его объяснял раньше. Значит, он будет, может быть, и большим, макроскопическим, может быть, и маленьким, может быть, таким вот образом. Но вообще-то это всё. Наука вот такого сорта, то есть, официально такого сорта gebracht, относится к микро… микроструктуре, микроструктуру тевятого тела, микроструктура тевятого тела — это как раз혹б Люкям кристалл – booklet такой, как раз, такие, которые… свои словари в человечестве. Ну, они… На… Кристалл маленький такой, значит, размеры-макросаметны, значит, это уже микро-тревει unsettы, размеры микрони. Вот микроны – это минимальный размер того твёрдого… фрагмента, который может быть реальным. То есть в реальном случае вещество может состоять из третий отек. То есть идеальная часть этого реального третий отеки есть тот идеальный ресталл, который мы будем изучать. Значит, смотрите. Дальше. Значит, вот эти две третий отеки стали. Вот это, значит, те реальные отличия реального третий отеки и идеальных ресталлов. Ну, теперь дальше. Значит, мы можем создать и однородное твердое тело из лечея, которое содержит небольшое количество атомов. Порядка десяток, ну, не до соток уже. Дальше. Значит, что вот эти ближайшие соседи, которые мы говорили за ближайшие соседи, они иначе, не нулечко ведут себя, чем далекие соседи. И поэтому, в принципе, вот какой-то фрагмент из ближайших соседей, который имеет масштаб нано, вот наноструктура, наноструктура, это в которой фрагмент, элементарная ячейка заменена на, значит, целосток, то есть атом, имеющих, то есть целосток, атом, стоящих из порядка пятьдесят или сотен этих атомов. Вот это вот значительные ячейки, в которых, в принципе, однородное твердое тело. Вот это обычно понимается, такая примерно, грубо говоря, значительная структура, понимается, как в моем студии. Нас структура в которой, значит, они полиции, в которых все, соответственно, элементы большие. Он большой инфраструктура такой, да? Макова в этом самом микросту, 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 большой, а из него из этого состоят, это будет микросту. Если, значит, мы этого не отберем, а народные силы сащие из групп этих вот, это уже тогда не пристало, это уже будет пристало. Малыши имеют, потому что это ближе уже, ну, понимаете, к какому-то, к шиптости. В то же время это как бы твердое тело. Почему? Потому что оно, ну, вот, как вот сейчас, просто, что оно есть равновесное. То есть это состояние, в котором зафиксированы эти нам частицы. То есть они являются, как бы, они находятся в минимум пациентной энергии, как целые, и уже не чувствуют, как в жизни. То есть, если, как бы, элитмурма, может быть, в принципе, существует какие-то силы, которые стараются эти частицы сдвинуть. То есть, чтобы они пришли в состоянии какое-то, что-то интересное. Вот, то есть она как бы выше каких-то барьеров. Барьеры, которые существуют, когда стоят все эти частицы. А вы можете у нас эти, ну, либо эти барьеры очень размазаны, и очень медленное движение отвечает, пока он там пересечет. Либо, значит, вообще, значит, движение есть. Вот. Значит, и, а вот, а можно, вот, а наноструктура вот такая вот такая вот. Итак, вот смотрите, микроструктура, наноструктура, поликристаллы. Вот структуры армянных кристаллов. Это, значит, мы говорим еще о патронах таких, которые... То есть, или о патронах таких, которых не состоят из больших биологических объектов, собственно, из больших молекул. Из больших молекул. Вот, если казалось, что молекул, которые... Нет, твердые тела, твердые тела состоят из молекул, стоят четыре сотни атома. Какие существуют? Ну, биологи, свои, как бы, биологи изучают какие-то объекты, у которых большие молекулы. Или даже и молекулы, вот эти целоконности тоже, типа, нанообъектах. Вот. Значит, это тоже специфический, такие... Ну, специфический раздел. Физика этого было. Это, как вы сказали в смысле, это все. Это, конечно, то, что ближе к рискалу, ближе к таким вот, например, системам типа наносов. Вот, значит, это... Такие представления я пытаюсь вам разъяснить, чтобы вы понимали, что мы делаем. Мы занимаемся самой идеальной из всех структур. Ну, что бы мы говорили, мы всегда... Прежде всего, надо начаться с кристалла. Если бы даже наносовку выручали, ну, давайте мы сможем. Как она из кристалла получится? Она получается все равно из кристалла. То есть вы ее должны как-то какими-то соответствующими обработками, физическими воздействиями разрушить это, значит, это, кристаллическое состояние и привести его в такое состояние, которое, ну, не похоже на... То есть он не совсем прислал, но какие-то вот человеки, прислался здесь, потому что все равно это чики, все равно это ближайшие эти соседи. Все равно это в основном состоянии может по той же схеме оценить, как бы, для этого нужно знать, что между нано-этними ячейками, ну, нано-этними, нано-этними, взаимодействием, застройством характеризме, и грязочным, и, например, смартфонским. Ну, вот это, значит, такой сбор промежуточный, то есть, как бы сказать, для ориентировки, такое мы сделали, то есть, что мы рассматривали. Теперь, значит, смотрите. Следующий шаг, который мы должны сейчас сделать с вами, это продолжение Илья Никитисова. Называется «Обратная решетка». Вот есть специфическая решетка, а есть обратная. Ну, может быть, тоже обратная решетка, обратная решетка – это специфическая решетка. Обратная. Вот мы, значит, сейчас это... Вопрос очень важный для всех, для лечения всех физических свойств, то есть, физических решеток, армия сперсцепенная уже. Зачем иметь вот это, видите, обратная решетка? Ну, и я скажу, почему? Слух. Дальше. Будь ясно. Так. Не думаю, сейчас уже уходим. Сейчас. Сейчас. Мы сейчас сегодня. Да. Продолжение следует... 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 Слово физических фильмов, оно очень, очень неподробно, очень официально запутывается, так сказать. То есть, вот, там что-то, вот, я почему-то пытаюсь сразу, он мне, метрологический, какой, а он говорит, отдать ответ. Вот такой ответ. Ничего такого нет. Потому что в сфотографии очень много, и, значит, ты можешь там найти такое, чтобы тоже связать с информацией. Ну вот, итак, значит, что важно, что такое, что такое вектор, любой вектор, оказывается, что любой вектор обратной решетки в камере, он задает в систему плоскостей прямой решетки. То есть, у вас в прямой решетке, вы, в систему, вот, встали, допустим, в бусинку, да? Значит, веке, примерно, это, есть плоскость, я понимаю, да? Так вот, это плоскость, ну, из-за их прям проявления, это следует сделать. Что, значит, вектор, вектор обратной решетки, модуль его, как кое-то хм, да? Он равен 2π, деленное на d, где d, расстояние между этой плоскостями. Вот, система плоскостей, которая перпендикулярно знаком вектор обратной решетки, Это есть, значит, задается вот этим, значит, как я говорю, вот кристаллические плоскости исходного кристалла можно получить, если мы знаем, вспождаем кристаллическую плоскость, если мы знаем, как это работает, обратная решетка. Вот в этом заключается и идея из-за определения, прежде всего, субтитры из-за определения. Почему? Человек поднимает это. Давайте поднимаем в эту первую выводку. Так, в этом выводку. Смотрите. Значит, так. Ну, я, в общем, скажу, тогда тоже опять же какой-то кусочек тут сразу же, как из-за жута как и так теперь у нас вернемся к физической задачи беремся к физической задачи допустим нам нужно рассмотреть прохождение какого-то излучения через кристалл вот взаимодействие этого излучения с атомами кристалла значит будет описываться определенным значит определенной функцией периодической функцией сейчас я не могу видеть кого эта функция просто представляет собой плотность заряда но и плотность заряда это самая функция будет ну или просто я его набежу значит тут почему сделку поставить тоже она мне тут какие-то нужды еще Физический эффект описывается такой значимый. n от r есть один вид u r. Прямо когда Фурье образ получился, у нас функции плотности заряда. Тут плотность заряда нужен на заряд электрончик. Вот Фурье образом этой описывается амплитуда излучения. Амплитудное излучение представляет собой то есть ту часть, которая связана с взаимодействием с этими атомами, она профессионально в таком просто фурье образу, а плотности заряда. Ну я вообще-то это рассказывал. И, кстати, это значит, дефракция не есть в случае, когда все это были в случае стали. Изложено фигулов наобьюса, это сплошный свет. Вот это динамит, это сплошный свет. Вы можете ответить, вот в числе, чтобы все полно в амплитуде было написано, это в числах русских нечего не найти. И я поэтому и не буду тоже это, значит, разворачивать так электроничную задачу. Эта электроничная задача рассею, значит, электромагнитное излучение на кристалле, т.е. на периодичных семи атомах. Вот на периодичных семи атомах, сколько это происходит через кристалле, тогда вот это вот, значит, есть фурье образ, да, вот этой вот функции на кристалле. И этого она достаточно. Значит, смотрите, структура кристаллов изучается с помощью, значит, наблюдения рассеяния на кристаллах, электромагнитного излучения, медленных электронов и в нейтономах. Вот третьего типа различных экспериментов, которые позволяют ну, напрямую изучить в этот сутки и в этот сутки. Во всех этих случаях изучаемой формулой профессиональной облицовой расселения, которая является ее образом, то есть тем самым мы получаем вот эти величины, которые отличаются от того, что я только в узлах обратной решетки, и тем самым мы можем обратную решетку это решить. Сейчас поделаем, значит смотрите, если сейчас написать НТ, ну НТ я напишу так, НТ, это есть сумма ЭКН, есть ли Н, так, НК, есть ли ИКН, да, Теперь дальше, значит, теперь дальше, что такое КУ? Вот я как-то усказала, почему КУ? А КУ это просто, вот Е степени ИКР, это будет падающая волна? Падающая. Е степени ИКР, ну смысл будет, это рассеянная волна? А КУ это разница между КУ и КР? Вот фактически потому и получается здесь в приемной степени, потому что здесь в полиску разница между падающим и отруженным. Вот таким образом, значит, мы получаем, что КМ, КМ, есть, значит, смотрите, К, или нет, вот так получаем, К штрих, где-то, равен К, плюс КМ. И дальше, значит, смотрите, рассеянные, мы рассматриваем дифракцию, дифракция это упорная рассеянная, называется. Так вот, значит, смотрите, у нас тогда вот энергии этой и этой равны. Ну, соответственно, значит, не будет К, ну, это, это я представлю здесь, равном К штрих, так. Вот, это вот уравнение рассеянное, и, значит, это уравнение, которое, ну, я уже, К штрих в квадрате, равняется К квадрат. Уравнение рассеянное, потому что энергия есть H квадрат, К квадрат, в белом названии. Энергия, 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 значит, допустим, К, это, если Омега не светлой на ЦК, ну, это, наверное, Моблика, да, ну, поэтому К штрих равно, как штрих в квадрате. То есть частоты равны, значит, частоты падающего и прошедшего, так сказать, заседанного. Правда? Ну, соответственно, как же оно рассеянное рассеянное. Ну, вот, а же электронам, чекая то, что они в саму же энергии тоже не подходят электронам. Вот, значит, итак, вот эти два уравнения, вот эти являются, называется уравнение Урава, вот они, этим уравнением являются исходными. То есть вся остальная структура, как она физика протекает, ну, как важна. Важно что? Что мы на выходе, вот, в общем, запускаем волну вот здесь падающую, и на выходе смотрим, что прошло через Креста. Прошло, прошла у нас Креста. Так вот, из этой формулы Креста связан с Креста и с Креста, с которым мы открываем структуру обратной решетки. Значит, сейчас я, значит, вот напишу, что это следует. Значит, смотрите, отсюда следует. 2К, К, ну, я не буду писать Креста, просто Креста, Креста равняется минус Креста. Да, помните, еще так, сейчас. Ну, вот, понимаем, вот так, вот так, минус Креста. k, то есть 2k умноженное на это, умеется это отходить. Все правильно. Теперь дальше. Значит, смотрите, берем так. Диаметр, падающий, отраженный. Ну, можно и прохождение убрать, но это, значит, может туда-туда быть, но мы, значит, вот такое рассмотрим. Значит, смотрите, θ, θ это получается, да? Ну, это угол облагения, угол облагения. Это угол облагения. Значит, соответственно, получается так, 2k sin θ равняется минус k, да? Минус k. Значит, соответственно, 2, так, минус k, сейчас. Теперь, значит, соответственно, если сейчас, вот, сейчас к финансу, а, здесь минус уже просто получится, вот это тоже минус. Минус. Значит, так, значит, получится минус, получится, да? И получится так. Если сейчас, вот формула. Видишь, может быть, спасать теперь. Вот. Теперь, значит, вспомним, вот я вот эту форму из-за его описания. Вот это вектор k, соответственно, соответствует систему плоскостей. Поэтому, значит, смотрите, если сейчас я напишу 2k равно 2pi на лямбль, 2pi на лямбль, а это как-то самое такое, то здесь получится формула, которая может быть, что это будет иметь. 2d sin θ равняется, так, здесь я 2pi ставил, но, вообще-то, здесь нужно n. Можно оставить 2pi, но лучше поставить здесь n, потому что здесь, значит, это при n равноменится кара, а при смос, само полное кара имеется 2pi на лямбль. 2pi на лямбль. Ну вот, значит, вот, вот и n поставлю, да? Тогда здесь, в России, здесь, это, меняется n равном. Вот она как урона получилась. Значит, явно для луны, это будет n. n это значит, что, ну, можно убрать, это значит, что, это вот для одного какого-то, то есть, что получилось, смотрите, что получилось, что направление, в котором идет луч синус t этого направления, то есть, t там, это оксинус, лямбль, дельмин, 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 дельмин. То есть, идет, прошедший, или отраженный, в общем случае, идет, сугубо, так, наверное, направление. А если во всех секциях, в общем, нет ничего. И это, значит, связано просто с теоретической структурой, вот этой. С теоретической структурой одной функции. То есть, вы, значит, это будет тот случай, конечно, потому что, когда длина волны лямбль будет близка d, длина волны, длина волны, длина волны, длина волны, длина волны, длина волны. Вот этому, значит, условию длина волны только рентгеновское излучение. То есть, данный процесс атомного масштаба, значит, представьте себе размеры охвата этого излучения, и вот это рентгеновское излучение выяснилось, значит, именно потому, то есть, вообще, именно тому, как можно определить этот кристалл. То есть, понятие кристаллов возникли на рубеже, там, например, в 19-1970 века, ну, именно тогда, когда появляются терриногенские лучи. А когда шландики дефоргируют на всех кристаллах таким образом, что получается совершенно определенное направление прохождения. То есть, через кристалл проходят только лучшие и уедительные волны в совершенно определенном направлении скретном. Ну, то есть, разве есть способ этого направления? Просто, значит, грубо ставится какая-то, значит, фотоаплосинтая тогда была фотоаплосинтая, тоже уже была известна. Значит, фотоаплосинтая, и она заслечивается на определенных местах, на определенных пятна отличается, по определенным направлениям в каких-то случаях. Соответственно, это те углы ТЭТа и то, фактически, расстояние Д, которое мы занимаем, то есть между надными плоскостями. То есть мы рассматриваем задачу электромагнитного дифракцирования внутреннего излучения на системе плоскостей. Вот это как, при этом плоскости, в этом счете это метрологически идет, у нас система плоскостей дефрагирует и выдает нам те направления, на какие могут быть плоскости. По этим направлениям плоскостей мы находим вот эти электролитные чувства, или станки стал исходными. То есть если мы все плоскости фристальные определили, плоскость это, в котором атомы, ну, споржи атомы фристаллы. То есть мы уже в России писали, какие-то такие плоскости, 7 плоскостей, которые я даже представила. И, значит, соответственно, он, я добавляю, то есть лежок до единственного плоскостей, соответственно, какие-то предшествия отлучения, отраженные отлучения в случае. То есть можно существовать на отражение, но, значит, это существует, как рисовать, в случае, в случае схемы, что пластинка отражения, и, значит, в общем, существует нечто схема, это тоже, это, как-то, ничего чего-то углубляется, хотя, в принципе, это, может быть, этот минус, потому что это физика уже, физика уже, кристаллы. Но ведь это физика не тепловых движений кристаллов, а физика статического расположения атома. Ну, вот это, значит, расположение атомов определяется по дифракции рентгеновских лучей, медиа электроны также один из сотых пациентов, медиа электроны также один из сотых пациентов. Значит, соответственно, кучок электронов, по кучоку электронов, будет тоже давать возможность для дифракционных кристаллов. Это задача не простая, не простая. Это задача, значит, называется расшифровка рентгенограмм. Вот существует, таким образом, в результате рентгенографии кристаллов. То есть, вот, значит, существуют способы изучения кристаллов с помощью, с помощью дифракции, включения энергии, то есть исследования на дифракции, исключения этих кристаллов. Ну, вот тут я, конечно, сказал так, греху и гроба, вот, но тут важна нам идея, что, на самом деле, вот эта задача не простая, она дает, значит, именно только она и дает возможность напрямую определить структуру кристаллов. Вот такая ситуация. Вот, хотя мы продолжим к этому способу. Как же определить эту структуру кристаллов? Да вот, только с помощью дифракции. На прямую получается только с помощью дифракции. Ну, вы знаете, сейчас не только вести кристаллы, нас просвечивают насквозь, с чем только мы будем, чем хотят. Вот, то есть рентгенография, вы знаете, что вот рентгенография, это фактически то же самое. То есть мы здесь имеем лентгенские лучи, ну, более мягкие, чем кристаллов, конечно, потому что мы изучаем больше объектов, такие, значит, сами, то объектов, которые рисуют при этой лентгеноскопии, это большая проблема, возьмите. Вот. А вообще-то, значит, лентгеновские методы и методы регифрации на озвучение на, вообще-то, философиланс, это самый главный способ отлучить получение информации, вы ее струклируете. Вот такая вещь. Ну, значит, итак, вот обратную решетку мы с вами ввели, и мы ввели с вами, зачем она фактически нужна, если нужно взять человека и все в порядке. Ну, а дальше мы, значит, будем в своих задачах. Конечно, эксплуатировать эти понятия обратно, чтобы все время. И, ну, более того, что она, честно, нужно на своих боевых специальных моментах, чем понятия прямой, что-то социальности. Ну, вот. Значит, тогда на этом, я думаю, что у нас уже первый час, я не понял. На этом давайте закончим. И, значит, завтра, в следующий раз, значит, я уже немножко повторю и уже перейдем к задаче по динамике решетки.